Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Как пропала? Не было ее дома. Нет ее вещей. И что? Ее кто-то выманил из дома. Уверяю вас. Допустим, она уехала. Не в рабстве же она у вас. Она никогда, никогда не ушла бы. Сама убери. Боже, мы ее убили. Ее убили. Антон Андреич, дайте команду городовым. Пусть отобьют телеграмму по всем станциям. Елизавета Тихоновна Желдина. Слышали? Слушаюсь. А вы, Аглая Львовна, подождите, пожалуйста, в корридоре. Это такое горе. Это такое горе. Это такое горе. Горе. Молодой человек. Может, все-таки кто-то думает, что Женя передала деньги вам? Я не знаю. Я не видел никаких денег. А вот отец я скверный. Не доглядел за ней опосля матери и покатилась по наклонной. Ну что ж, вы свободны, господин Григорьев? Благодарю вас. Только советую смотреть по сторонам. Мне бояться нечего. Я человек честный. Петиция королеве Виктории. Более миллиона английских женщин просят Ее Величество о закрытии публичных домов в воскресенье. А я вот соседку нашу вспомнила. Заревскую. Это ту, что с Драгунским поручиком сбежала? Она самая. И от чего ж ты ее вспомнил? Да так вот. Ассоциации. Наверняка в каком-нибудь борделье. У какой-нибудь Маман. А слушай, ну почему же обязательно в борделье? Бежать с поручиком? Значит, непременно в бордель. Нет, да посмотри. Новости как, как по заказу. Переполов в заведении Маман. Девицы заведения пропадают одна за одной. Так где она? У себя. Надеюсь, она далека от этого дела с девицами. Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя иду искать. Поиграем в прятки? Ты где? Ну, поиграй со мной. Женя, где ты? Я здесь, я здесь. Нет, нет, я снимаю. Так нечестно. Скажи, ты с Жоржем встречалась? Нет, нет, это Женя Большая. Она встречалась? Не знаю, не знаю. У нее спроси. А кто он, Жорж? Женя Большая, говорит он гадкий. Глупый портняшка, глупый портняшка. Портной? Ты не играешь. Скучно с тобой. Аннет, ты играешь с привидениями в прятки? Угадал. Кажется, я знаю, кто такой Жорж. Добрый день, сударыня. Чем могу служиться? Я просто зашла узнать, какие у вас здесь новинки. По адресу, по адресу. Если позволитесь. Только что прибыл с последний журнал из Парижа-с. Прошу-с. А вы портной? Точно так-с. Мадам сегодня в отъезде, так что я вместо нее еще и клиентов принимаюсь. А как ваше имя на случай, если мне захочется заказать что-нибудь именно вам? Буду очень рад. Меня зовут Христофор Захарович. С восторгом выполню любой ваш заказ. Одно мгновение. Рекомендую вам обратить внимание на десятый эскиз. Будет вам очень к лицу. Прошу прощения. Добрый день, сударь. Чем могу служить? Вы портной? Точно так-с. Что делали третьего дня вечером с двенадцатой до двух часов ночи? Жорж или как вас там? Только не вздумайте от меня бежать. Я прошу прощения. Какая-то ошибка-с. Меня зовут Христофор Захарович. Это в миру вы, Христофор. А в фантазиях ваших, Жорж, не так ли? Прошу вас. Не надо-с. Припосторонний. А кто здесь посторонний? Майс мадемуазель. Давно за вами наблюдаем. Я прошу вас, поверьтесь, я не убивал той девушки. Я вообще очень честный и законопослушный гражданинский. В обычной жизни. А ночью вы что вы творите? Где инструменты? Какие инструменты? Ваши инструменты, с которыми вы в меблированные комнаты ходите. Вы арестованы. В управление доставить. Нет. 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 Я не делал ничего противозаконного. Они сами за деньги соглашаются с этим. Соглашаются? Соглашаются, чтобы их калечили и убивали? Уводите. Продолжение следует. Да? Анна Викторовна, вы тоже можете быть свободны. Наблюдение с этого господина снято. Что себе позволяете? Вы что, обиделись? Отчего вы? Вы же в полицию уже почти служите. Вот еще. Помилуйте, я готов извиниться, если вы находите что-то оскорбительное в службе в полиции. В полиции я ничего не нахожу. Но вы, вы, Яков Платоныч, шутите вы слишком резко. Прошу прощения. Вы что, здесь случайно оказались? Нет, не случайно. У меня здесь свое дознание. Дознание. Ну, вот видите. Как же так? Такой приличный, семейный человек. И вдруг какой-то Жорж. Вы уверены, что это он? Я пока ни в чем не уверен. А Лиза? Может быть, она знала, кто убийца? Или догадалась, кто убил? Потому испугалась и в бега. Вы что, это знаете? Знаю. Пока всякая версия свой резон имеет. Отец убиенный в городе объявился и на него тоже покушались. В самом деле? Где он остановился? Анна Викторовна. Я хочу выразить свои соболезнования. Я же все равно знаю. На постоялом дворе он остановился, возле ярмарки. Вспомнился. В карты играл с приятелями. Пять человек подтвердить могутся. И своими, да? Сию секунду. Только жене моей не говоритесь. Три дочки у меня. Я проверю. Пять человек подтвердить. Сама я не знаю. А что со мной будет? Нет, я ведь не убивал и не калечил, так припугнул только. Исключительно для остроты ощущений, если вы понимаете меня как мужчина. А что, Григорьева подкатывал? С Пашей уж не та острота ощущений была. Подкатывал. Ну, а чего не подкатываться? Публичный дом ведь. Ну, знаете, с ней было не сговориться. Она своенравная была. Царствие небесное. Дежурный. К камеру. Что? Я не думаю, что Жорж убийца. Не похож он на умалишенного. Да. Алиби пока проверяем. А управляющий Яковлева Белецкий какое к делу касательство имеет? Был постоянный клиентом убитый. Но пока полной ясности нет. Так вы уж с Яковлевым и правой рукой его извольте, пожалуйста, поделикатнее. Человек в городе мало сказать, что видный. Я лично знаком. Супруга и все семейство милейшие. Грех и беспокоить. Вот даже как. Я на вас полагаюсь. А маньяк это или не маньяк, вы мне его хоть из-под земли достаньте. Отстаньте. Выдавайте. Желудину, Елизавету по вашему приказанию сняли с поезда. Где она? В столе Приводов. Занимаемся оформлением. Жива, здорова? Ой, живехонько. При ней обнаружена крупная сумма ассигнациями. Ну, обнаружили при личном узке. Хорошенькая. Ну, и побожиться могу. Сама Женечка мне их дала. Прямо в руку сама вложила. Конечно. Господин следователь не верит. Ну, что ж мне поделать-то, а? Не врать. Так я истинный бог, одну правду. Женечка, страдальца. Знала, что больше не свидимся. Как сейчас перед глазами стоит. Деньги протягивает. Возьми, Лизонька. Может, хоть тебе счастье будет. Полгода житья без бедного. Дружочек мой, единственный. И так смотрела. Словно в душу заглядывала. Мне к ней в ночь не броситься. Да? Да откуда знать, что не увижу графини мою? Ну, хватит. Не на театре же мы на самом деле. Знала, что болела подруга твоя? Что за болезнь? Это что? Та страшная… Болезнь? Будто других болезней на свете нет. Что о Степане Яковлеве знаешь? Так это ж богатей какой. Управляющий его был. Вы меня не путайте. А деньги тогда чьи? Скопила Женечка. Она умная была. А почему сама сбежала? Все знают, что не нашли уже ни даже копеечки. Вот и опасалась, что меня в воровстве обвинят. Дежурный! Выводи. Давай госпожу Анну позовите. Она сама у Женечки спросит. Все. Ну, так как? Прикажете позвать Анну Викторовну? Да вы что, Антон Андреевич. Будем невиновность девицы. Деньги укравшие доказывать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто? Меня зовут Анна. Я… Я по поводу вашей дочери. Григорьев. Чем могу? Я знакомая вашей дочери. Вы не похожи на девицу из заведения. А мы с ней познакомились в другом месте. Понятно. Хорошо. О чем вы хотите поговорить? Я хотела расспросить о Жене. А что мне теперь рассказывать? После материнской смерти все и пошло. А от чего она умерла? Ее избили на улице. Наверное, ограбить хотели. А как ее звали? Евдокия. А зачем вам? Помолюсь за нее. Слушайте, барышня, вы что, тоже деньги разыскиваете, да? Ну, смотрите, нет у меня никаких денег. Нет, нет. Я совершенно по другому поводу. Нет, нет. Поэтому Женю говорят, убили из-за больших денег. И вы теперь все как ищейки рыщите и рыщите. Я знаю, что на вас было покушение. Слушайте, барышня, мне вообще-то надо идти к гробовщику. Я могу вам помочь? Чем вы мне можете помочь? Вы же не гробовщик. Аяяя! Ааа! Ааа! КОНЕЦ КОНЕЦ Духи. А больше неоткуда такой сумме взяться. Помните, Лиза говорила, что можно безбедно жить? Полгода жизни? Да, да. Ровно полгода жизни давал Евгений Врач-Яковлев. Но мы никак не сможем доказать, что это деньги Яковлева. Рад вас видеть, Анна Викторовна. Вы нас своими молитвами не оставите? Яков Платоныч. Жена Григорьева умерла от побоев. Да, он мне это говорил. На неё напали на улицу. Её и дома били. Это он вам сказал? Конечно, нет. Лиза нашлась. Жива и здорова. Позвольте мне с ней поговорить. Хоть я и не адвокат. Щиплец окаянный! Щиплец окаянный! А? Как это? Я тебе покажу рвань базарная! Живодёр! Елизавета Тихоновна, зря вы здесь цены свои разыгрываете. Барышня, помогите. Я денег не крала. На вас одну моя надежда. Помогите. Скажите им. Простите меня, Лиза. Если можете не в моих силах это доказать. Что же это, барышня? Как же это? И вы? Не верите? Верю. Что ж теперь? Мне ни за что пропадать? Как сговорились все меня погубить, а? Ведь и Женя к вам не пошла. Знала, что зря. И что, наверное, смерть свою идёт, чуяла? Подруга ваша на шантаж шла. Деньги вымогала, потому-то и представляла, как всё закончится. Неправда. Не такая Женька. Она сказала, что человек есть, который её ни в коем разе теперь не оставит. Жалко, не сказала, кто. Дело ведёт следователь Штольман. Столичная штучка. Со скандантель, смею заметить, репутацией. С чем к тебе пожаловал? Накопал, что её наблюдал Сомов. Спрашивал напрямую, не я ли рекомендовал. Что ещё? Дал понять, что представляет, кто на самом деле с ней бывал. Помощи просил. Что там по делу? По делу у Степана Гнатьича пока ничего. Никуда не годится. Иди. А, постой. А чем он там в Петербурге скандалился? Дуэль. И говорят, за какую-то даму вступился. Ну, иди. А ещё девушек из заведения обольщаться не стоит? Обольщаться не стоит. Их совратили, бросили в бордель, а теперь покупают их любовь. Есть женщины, которые ни при каких обстоятельствах в домах терпимости не окажутся. Разумеется. Общество подталкивает туда тех, кто слаб. Ведь и Лиза. Я же видел себе точно ребёнок. Защищая себя. Вас послушаешь? Так они прям святые. Я одно вам могу сказать. Осуждая Женю, мы никогда не найдём её убийцу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как рука ваша? Заживёт. Что с ней станет? Ничего нового не вспомнили? Нечего мне вспоминать. Странный вы человек. За вами охотятся, вас преследуют. А вы отпираться вздумали? Ну, не знаю я, кто это был. Дочь ваша шантажировала своего женатого покровителя. Хорошо. А я здесь при чём? А не вы ли всю эту затею выдумали? Евгения неизлечимо больная была. Разыскала вас, чтобы помириться. Но вы присоветовали ей, чтобы деньги у любовника вымогать. Да не виделись мы. Не виделись. И я не знал, что Женя болела. Сознаваться, я понимаю, вам не с руки. Да не в чем мне сознаваться. Только знайте, теперь жизнь ваша ломаного гроша не стоит. Ищут вас те, кто её убил. Вот ошибаетесь вы, господин следователь. Сами. Сами где вы были? Третьего дня с двенадцати до трёх часов ночи. Вот здесь я был. Вот здесь я был. Ну, где мне ещё быть? Кто-нибудь вас видел? Ну, я не знаю. Видели меня, не видели. Я не знаю. Вы что думаете, что я свою дочь из-за денег убил? Да вы, ваше благородие. Я к вам городового приставлю, на всякий случай. Ну, зачем мне это? Считайте, что для охраны. Спасибо. Поехали. Тебя выкараулем? Чё? Хочешь, я пооторву? Ждёшь кого? Бабу. Бабу свою жду. Ну, так пошли к ней. Пойду. Пошли, иди со мной. В управление пройдёшься. Не знаю, что вам надо. Может сплясать? Дерзкий, значит? Понадобиться и спляшешь. Антимонию тут с тобой никто разводить не будет. Кто ж тебя к Григорьеву-то приставил? Не знаю никакого Григорьева. Продолжать свою карусель. На. Дружков своих сдашь, отпущу. Каких дружков? Я же всё равно найду. А слух пущу, что ты навёл. И какая мне тогда разница? Разница такая, что слух я пущу до того, как их поймаю. Зря стараетесь. Не знаю ничего. Ну-ну. Посиди, подумай. Да мне и думать нечего. Ну, конечно. Мозгами раскинуть непривыкши, да? Яков Платоныч! Так морда натурально каторжная. Они Женю убили, а теперь за отцом её охотятся. И есть пока одна заковыка. Ну, с чего уже это? Сколько было на теле девушки на живых ран? А эта публика привучена с одного удара на тот свет отправиться. Ну, хорошо. Убил, может быть, Белецкий. А потом нанял людей, чтобы они отца добили. Он за шантаж. А что, отец не виновен? Ну, за что же? За что же ему дочку-то убивать? Не является мне больше мать Жени. Кто её там бил? Что случилось? Не знаю. Понял. А Штольман не сберётся. А ты как будто ему совсем не доверяешь. Ну, послушай. Пошёл. Послушай. Мы при свечах болтали долго о том, что мир порабощён кошмаром мелочного моря. И приставай, мама, да? Ты меня не с… Ты совсем не в себе. Что ты видишь? Что ты видишь? Это какая-то тайна её матери. И о ком? А Женя, Женя, она хранит её. Понимаешь? Оставь это дело Штольману. Оставь Штольману. Как нарочно. Всё запутано. А кто обещал, что нам убийцу на блюдечке подадут? Войдите. Ваше скоброде, к вам господин Яковлев Степан Игнатьевич. Здравствуйте. Я хотел бы переговорить с вами. Если возможно, с глазу на глаз. Благодарен вам, что дали возможность мне прийти самому. Смею надеяться, что вы поймёте меня как мужчина. Войдёте в моё положение. Не делай это следователя в положение входить. Понимаю. Однако надеюсь, что моё имя не будет упомянуто в связи с этой историей. С Женей действительно встречался я. Мы были знакомы с ней всего лишь месяц. Однажды ей стало плохо, и я настоял, чтобы она обратилась к моему доктору. Он вынес ей диагноз. И как она это приняла? Она улыбнулась сквозь слёзы и сказала, что может оно и к лучшему. Скоро с матерью встретиться. Женя необыкновенная девушка. Да, если вы нашли деньги, знаете, это я ей сам хотел помочь. А кто знал, что вы дали ей крупную сумму? Никто. Я дал ей лично в руки. Мне кажется, она даже не поверила. А о вашей связи с Женей кто-то знал, кроме Белецкого? Только студент. Её воздыхатель. Я его видел несколько раз, но Женя сказал, что он безобидный. Значит, он и за вами следил. Я со своей стороны делаю всё, что в моих силах. Использую все свои возможности, чтобы найти убийцу. Надеюсь, вы понимаете, что должны сообщать полиции обо всех вновь открывающихся обстоятельствах. И самосуд не устраивать. Честь имею. Дежурный. Дежурный. Господин Вершинин сюда. А Яков Платоныч, не закончил ещё беседу с посетителем? Так вы ходили уже. Я за студентом Вершининого отправил. Как? За Вершининым? Ну да, я и послал за ним. Да. 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 Вы закончите с этими допросами полицейскими. Желаю поскорее всё прекратить. Так вы не вполне обнадёжили. Сегодня же обещали. Ты скажи им, что я жду результата. А куш можешь удвоить. Я не ослышал, сын? Удвоить? Удвоить. Ступай. Ах, Антон Андреевич. Вот уж кого не ждали. Антон Андреевич ко мне. Это я просила его зайти. И теперь забираю его подальше от ваших расспросов. Эх, Анна Викторовна, это мы с вами полагаем, что Вершинин невиновен. А Яков Платоныч церемониться не станут. Да вы что, хотите сказать, что он невиновного за решётку посадил? Не то я хотел сказать. Не точно выразился. Опасаюсь, что на допросе Николай вину на себя примет. А что же делать? Поговорить с Яков Платонычем. Конечно, могу с ним поговорить. Но вы же знаете, что я для него не авторитет. Что вы? Он, конечно, делает вид, но на самом деле часто прислушивается к вашему мнению. Антон Андреевич. Анна, ты куда? Помогу Антону Андреевичу содержать преступника. Это весьма опасно. Мария Тимофеевна. Да. Всего один урок английского для моего племянника. Звали? Время подшумает. Дело надо бы за два дня кончить. А уговор? Деньги вдвойне. Люблю такой разговор. Когда в кармане звенит. Сявка хорошо бежит. Заметана. Да. Я был осведомлен, что Женя встречается со Степаном Яковлевым. Но больше я с ней никого не видел. Николай, вы должны будете мне помочь. Хотя моя просьба может показаться вам странной. Я готов. Все, что скажете, лишь бы убийцу поймать. Я устрою вам очную ставку, на которой перед вами, скажем, будет три подозреваемых. И вы должны будете указать, что видели, как один из них уходил из номера Жени в ночь убийства. Но ведь я никого не видел. Сделайте это ради Жени. Бordи, Киев. iah아 ха ха х 충туника. Да нет, твои ответы. Брод, 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 брод! Слышь! Слышь! Иди! Опа! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Оперзи ты его! Ай а!!! Оло! Ш Toronto Скоро, Кейтон? Давай. Дышим. Кто это? Я не знаю. Ты дачу убил? Я никого не убивал. Яков Платоныч! Где Яков Платоныч? Вышел он. Велел его здесь дожидаться. Ага. Так тебя что, не допрашивали? Вызвали только как свидетелей. Этих в Арестанскую и свидетель Вершинина ко мне. Свидетель Вершинин. Перед вами трое подозреваемых. Укажите, кто третьего дня ночью выходил из комнаты Евгении Григорьевой. Его. Его видел. Уверены? Совершенно. Видел, как он из комнаты Жени выходил. Этого никто не мог видеть. Этого никто не мог видеть или это не могло быть? Убийца, отец? Да, только убийцу он себя не считает. Да и отцом как будто, пожалуйста. Анна Викторовна, здесь будет проводиться допрос, так что я попросил по вас. Анна Викторовна! Анна Викторовна! Анна Викторовна! Анна Викторовна! Посмотри на меня! Ну, посмотри же ты на меня, не стесняйся! Думаешь, я за твои поганые три рубля страсть неземную изображать буду? А как ты у тебя в кипе стыдной в ногах ползал? Ты меня графиней сделал, сам увидев и узнал даже. Я всем, а я всем расскажу, как ты мать бил. Однажды до смерти сабил. Боишься меня? Боишься убийц? А в живых еще больше боишься оставить? Мать ее, она гулящая была. В подоле принесла от кого не знаю. Поэтому вы ее до смерти и забили. Я стращал. Я стращал, как стращают все. Ну, как ее иначе? В узде-то удержишь. А дочка, она, она вся в нее пошла. Дежурный, уводите. Она искаженная. Она хотела, чтобы я ее убил. Как вы Григорьева нашли? Это для вас, для фараонов кругом тайны. А для фартовых людей все как на ладони. А один из наших, что в борделе ошибается, видел его с Женькой. Белецкий вам деньги за убийцу предложил? Может оно и так. Только я тебе ничего не скажу. Ну, помяли мы этого Григорьева в номерах. Глупая драка. А больше ничего не было. Ну, так это мы еще поглянем. Ага. А как вы догадались, что он Григорьев убил? Одно то, что он в городе оказался в момент убийства Женина Сторожила. Да и вся эта история с убийством ее матери. Но доказать было невозможно. А когда Лиза пропала, засомневались-таки? Был такой момент. Но все разрешилось, когда Якулев объяснился, верно? Понятно стало, что он к Горовскому обратился. Как хотел убийцу покарать. А деньги то что делают? Сразу и свидетель отыскался. А вот свидетелей у нас не было. И я попросил Вершинина нам подыграть. Ложи свидетель поставить. А я думал, вы арестовать его хотите, поэтому Анну Викторовну позвал. А как она убийца то, а? Все четкое она просчитала, как по нотам разыграла. Невероятная девушка. Не захотела она тебе помочь или не смогла? Нам это узнать невозможно. Скажи еще, не подвластна человеческому разуму. А как ты любишь. И что же, я не подвластна. Даже с таким даром. Как у тебя? Дядя, дядя, ты мельсишь. Ну, разве что самая малость. Извини. Допрос Григорьева из головы не выходит? Как вам это удается? Как же вам объяснить? На языке вам понятно. Может попробуете? Женя знала, что Григорьев может убить. И хотела этого. Такое страшное придумала наказание. Не могу я поверить, что она искала такую смерть, чтобы наказать отчима. Ведь, ведь она не хотела, чтобы мы знали, кто убийца. Но у нее была вера в высший суд. Она верила, что приговор высшего суда, а не земного, это и есть самое страшное наказание. Сложновато как-то. А вы всегда ищите в людях что-то хорошее. Может, поэтому вам и дается много больше, чем другим? Иногда мне хочется быть самой обыкновенной девушкой. Никогда вы обыкновенной не будете, Анна Николаевна. А вы, Яков Платоныч, никогда не научитесь видеть то, что вы не способны принять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok